Василь Быков В июне 1924 года. После окончания восьмилетней школы некоторое время обучался в художественном училище города Витебска. С началом войны работал на возведение оборудованных сооружений. Когда Василию исполнилось 18 лет, его призвали в армию. Юноша прошел ускоренное обучение в пехотном училище в городе Саратове. В 1943 году был отправлен на фронт. Участвовал в освобождении многих европейских стран. Старший лейтенант Быков командовал артиллерийским взводом, два раза был ранен, награжден орденами и медалями. Жизнь Василия Быкова изменилась в 1947 году. Он демобилизовался, переехал в Гродно, устроился на работу художником, стал печататься. В 1949 году вернулся на армейскую службу и служил до 1955 года и получил звание майора. После работал журналистом, писал для газеты «Гродненская правда». В 1959 году стал членом Союза писателей. Творения автора раскрывают всю боль и скорбь военного периода. Кто, как ни человек, сам прошедший войну, сможет наиболее реалистичнее описать все ужасы, которые там происходили? Повесть «Журавлиный крик» описывает войну в лицах нескольких человек. В повествовании присутствуют пять бойцов и старшина. Они под страхом смерти должны помочь остальным отступить. Их главной целью на тот момент было перекрыть дорогу на целые сутки, чтобы армия фашистов не смогла наступить. В этот момент солдаты испытывают разные чувства. Стоит помнить, что в первую очередь они обычные люди с определенным складом ума и характером. При чтении читатель понимает, что у этих парней мало шансов выжить, но их сила духа и патриотизм сильнее всего. Каждого героя писатель описал по-разному, но этих парней объединяет одно — смелость, отвага и вера в победу. Все они по-настоящему испытывают страх и ужас войны. Повесть настолько пронизана этими чувствами, что при чтении книги читатель находится в напряжении и тревоге. Повесть «Обелиск» была написана в 1971 году. Василий испытал все, что положено было испытать бойцу. Был ранен, был без вести павшим. Даже имя его осталось на одной из братских могил тех лет. У писателя есть своя военная тропа. Она-то и привела его к обелиску, на котором значилось пять имен подростков, погибших во время войны. А через годы появилось еще одно имя их учителя — Олеся Ивановича Мороза. Повесть Василия Быкова звучит как «Реквием о них», становится литературным обелиском, им посвященным. События, о которых рассказывается, происходят в Белоруссии во время войны. Главный герой — Олесь Иванович Мороз, сельский учитель. Учитель Мороз был очень хорошим человеком, преданным детям, которых он любил, учил и воспитывал. Он так заботился об учениках, будто они были его родными детьми. Мороз говорил, что старается сделать ребят настоящими людьми. Когда в Белоруссию пришли немцы, Мороз остался в селе с детьми и тайно помогал партизанам. Полицай из односельчан начал что-то подозревать и устроил в школе обыск и допрос. Тогда преданные Морозу дети решили отомстить, но были схвачены. Мороз ушел к партизанам, но немцы вынудили его сдаться, пообещав отпустить детей. Учителя и всех ребят, кроме одного по фамилии Миклашевич, повесили. В честь погибших детей поставили обелиск, а Мороза посчитали попавшим в плен и недостойным памяти. Это героическая история, которая поднимает много разных проблем. Она показывает, что учительство — это призвание, а не ремесло. Набровольно сдаться в плен — не всегда предательство. Собственная совесть важнее, чем собственная жизнь. У скромного сельского учителя смелости и отваги хватило на то, чтобы доказать, что есть вещи важнее собственной жизни. Повесть Сотников. Создана в 1969 году. Описанная история была навеяна случаем из жизни самого автора. В августе 1944 года в одном селе в Румынии лейтенант Быков случайно заметил в колонии военнопленных знакомого, с которым раньше воевал в одном полку. Из рассказа однополчанина Быков узнал, что тот раненым попал в плен. В концлагере стал сотрудничать с немцами, надеясь при удобном случае сбежать к своим и снова воевать против фашистов. Случай так и не представился. Бывший сослуживец с каждым днем все боли увязал в своем отступничестве. Быков поверил в правдивость рассказа боевого друга, который имел высокую награду за храбрость и не помышлял служить врагу. Но попав в плен, он решил сохранить себе жизнь и обхитрить врагов. Однако такая хитрость привела к плачевному результату. Эта фронтовая встреча побудила Быкова к осмыслению мотивов предательства человека под давлением жестоких обстоятельств. Рассказ знакомого стал основой сюжета повести. Сначала повесть называлась «Ликвидация», но позже Быков решил в названии указать имя главного героя, чтобы подчеркнуть значимость образа Сотникова. Одним из многих произведений Василия Быкова, посвященных событиям Великой Отечественной войны, является повесть «Дожить до рассвета». Главный герой – молодой лейтенант Игорь Ивановский, которому всего 22 года. Перед ним и группой из 10 бойцов стоит непростая задача – взять базу боеприпасов врага. Несмотря на то, что лейтенант молод, он продумал задания до мелочей. Однако успеха это ему не принесло. Потеряв всех бойцов, так и не найдя базу, Ивановский ни на что не надеется, он только хочет умереть не напрасно. Будучи смертельно раненым, он доползает до дороги, где появляется повозка с двумя немцами. Всего лишь. Таков оказался результат. Задание не выполнено, все погибли, а урон врагу – всего два солдата. Но лейтенант Ивановский верит. Есть в этом смысл. Он пролил свою кровь за родную землю, внес свою лепту в общие усилия всего народа. Так по крупицам складывалась победа. Повесть «Пойти и не вернуться» была написана в издательстве «Молодая гвардия» в 1978 году. В повести показано, как труден путь советского народа к победе над фашизмом, как велика любовь советских людей к родной родине. Автор не изображает панорамные сражения. Его интересует психология человека, попавшего в экстремальную ситуацию. Всех своих героев Василий Быков ставит перед проблемой выбора или погибнуть, не запятна в своей чести, или выторговать себе жизнь ценой предательства. Эти проблемы автор ставит в повести «Пойти и не вернуться». Действие в повести происходит в декабре 1942 года, когда происходила битва под Сталинградом. Главные герои повести – это Зоська и Антон. Зоська – это молодая партизанка, которая до войны училась с техниками. Она сердцем понимает, что в этой войне нужно выстоять и победить. Другого выхода нет. Антон – это партизан из их отряда. Он крепкий, выносливый парень, но теперь как-то сломался. Антон хочет выжить любым путем, даже предавить Зоську, которая ему нравится. Зоська не мстит Антону за предательство, выступает за защиту Антона на самосуде. «Ладно, не надо, он свой», – так она говорит, «но однажды, ставь на путь измены, нельзя вернуть доверие людей». Зося больше не верит Антону. Василий Быков в своем произведении отразил правду жизни. Его книга заставляет читателя задуматься над серьезными проблемами, увидеть и понять красоту мира. «Война – это не только и не столько подвиг или храбрость. Прежде всего, это повседневный труд, боль, который нужно преодолевать вновь и вновь, каждый день. Церять друзей и воевать дальше без них. Жить в нечеловеческих условиях, преодолевая свой страх, мучаясь голодом. Все, что остается нам, настоящему и будущим поколениям, – это достойное отношение к прошлому своей Родины. Только память и понимание могут предохранить нас от ошибок в будущем». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова